Добрый вечер, дорогие друзья! С праздником всех! С замечательным праздником! Честно говоря, я путаюсь, как он сегодня называется. У нас в Беларуси День Защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. В России что-то похожее тоже День Защитников. Вот оттуда просвучала правильная фраза. А для меня навсегда этот праздник остался, и для, я думаю, что, наверное, для большинства в этом зале, Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота. С Днем Советской Армии и Военно-Морского Флота! Когда говорят, что это праздник мужчин, я не соглашаюсь, военные меня поймут, потому что немало военных у нас и женщины носят погоны. Поэтому и их тоже, и жены офицеров, это тоже их праздник. Это очень, ну скажем так, такое широкое событие. Ведь с 8 марта мужчин не поздравить, к счастью. Начать хочу с песни. Она очень старая, это одна из моих ранних песен. Написана еще в училище, ей больше 30 лет. Но ничего за это время у военных не поменялось. У них всегда судьба одна, дорога. Опять стучат колеса, Считая километры, Меня по жизни носят. Дорог разбитых ветры, На автомата сталь. Надеюсь, как на Бога, И вновь уносит вдаль Моя судьба, Дорога. Приют мой в тех местах, Где бросил я фуражку, Где сохнет на гвоздях. Промокшая рубашка, Мой свет один защитный, Мой спутник автомат, Лишь он надежный щит мой. Да несколько гранат, Не надоело по миру носиться, Мне часто сон один ночами снится. Открывая дверь устала, улыбнулся, И прошептала тихо, мама, Мама, я вернулся. Мне надоела фляга, Мне надоела фляга, С водой или с коньяком, Подай-ка лучше, мама, Мне кружку с молоком, Я возвращаюсь в дом, Как с улицы котенок, Мне воевать потом. А здесь я как ребёнок, Вы можете спокойно Гулять хоть до рассвета, Быть может где-то войны, Но это только где-то Хранят вас наши руки. Нас не судите строго, Ведь нам одни разлуки. И вечная дорога Мне надоело по миру носиться, Мне часто сон один ночами снится. Открыл я дверь устала, Улыбнулся, И прошептала тихо, мама, Мама, я вернулся, Опять стучат колёса, Считая километры, Меня по жизни носят. Дорог разбитых ветры На автомат осталь, Надеюсь, как на Бога, И вновь вносит в дуэль Моя судьба-дорога, Моя судьба-дорога, Моя судьба-дорога. Спасибо. Чё-то подумал, Вчера звонили мне из Астрахани, Даже нет, позавчера, А ты не здесь? Я в Минске. Да нет, все говорят, что ты здесь. Я говорю, это неправда. А в чём дело? Ну, у нас тут стрижи летают. Ну да, там в это время был юбилей 185-го центра боевого применения. Действительно, ребята туда летали. Ну, это просто к следующей песне. Летим в заморскую страну, Что далеко в чужих широтах, Мы на военных самолётах, Но наш маршрут не на войну. Летим в нерусскую страну, Как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, Меняя снизу страны, Зоны и часовые пояса. Мы на работе в небесах. Мы небом одержимы, И это не на час. На жизнь, коль заниматься Лётным отделом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле Всё за пределом. Нам на земле давно всё За пределом. Мы им открутим пилотаж, Сорвём восторг, аплодисменты, Ведь вспомнят страны, Континенты. Все знают в небе почерк наш, Наш Russian Crazy пилотаж. Мы небом одержимы, Мы небом одержимы, И это не на час. На жизнь, коль заниматься Лётным делом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле Всё за пределом. Там на земле давно всё За пределом. Дай Бог нам снова над Москвой Пройти и дать салют победы, На нас с небес посмотрят цветы, И вспомнят свой последний бой Под замерзающей Москвой. И дай Господи сберечь орлят, Чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь кашетук, покрышкин, чкалов На помощь к нам не прилетят, Но там на небе не простят. Мы небом одержимы, И это не на час. На жизнь, коль заниматься Лётным делом. Предельные режимы Не так тревожат нас, Как то, что на земле Всё за пределом. Там на земле давно Всё за пределом. Мы небом одержимы, И это не на час. На жизнь, коли заниматься летным делом Предельные режимы не так тревожат нас Как то, что на земле все за пределом Там на земле давно все за пределом Как жаль, что на земле все за пределом Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо Третья песня, да Те, кто часто ходит на эти концерты, мои знают Третью песню всегда пою, как третий тост Это разные песни Сегодня решил спеть Ту вещь, которую давно не пел Не знаю, может это какое-то суеверие В плане того, что я, наверное, несколько концертов не исполнял Ну, вот так оно происходит Мы уже в этом году потеряли шесть летчиков Действующих, я имею в виду Это вот эта трагедия над Татарским проливом И в Мурманской области Отдельно хочу сказать Ушел из жизни совсем недавно Мой близкий друг На прошлом концерте он вот там сидел Александр Витальевич Лебедев Заслуженный военный летчик России Надо же, похоронили недалеко от моего отца Вот, ну вот такая профессия, всегда говорю Ничего с этим не поделаешь Так было, есть, к сожалению, будет Но они все с нами, пока мы о них помним Они с нами, где-то там летают на этом последнем задании Ну, вот и все На новом месте служба Разбор полетов с главным Будь здоров И хоть я жил Порой не так, как нужно Отправился же к нашим Но суров Здесь главное исключительно суров А встретили зачет На все пять баллов Кто был не на полетах, прибежал И даже сам Валерий Павлович Чкалов При встрече крепко руку мне пожал Обнял и крепко руку мне пожал Но главное, я снова здесь летаю Не ясно как отсутствует металл Хоть крыльев за спиной не наблюдаю Летаю, сколько в жизни не летал Летаю, как при жизни не летал Здесь поздно в полете Бывать осторожно На все виды попуски Даже на сложной мы стали Здесь все не настолько безбожные И нам уже можно Теперь уже можно Летать и без границ нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уши не таит Но как же мне хочется выпить Сокон тот граненый Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит Мы живы Хоть оплаканы родными Нас радует здесь небо холодок Не рай, не ад А где-то между ними Невидимый военный городок Сооблачный военный городок Но главная одна для всех задача Летать с живыми здесь по небесам Стараться уберечь парней Иначе Всем плохо Коль они приходят к нам Ой, плохо, как они приходят к нам Здесь поздно в полете Бывать осторожно На все виды попуски Даже на сложной мы стали Здесь все не настолько безбожные И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ Нам открыты Любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уши не таит Но как же мне хочется выпить Сокон тот граненый Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит Вне возраста Все летчики в полете Равны все И летеха и главком Здесь Нестеров с Гагарином в почете И Уточкин с одесским юморком А Вася Сталин Ну тот особняком Шел умеет нам Происправность всем отчасти При папе, мол, за это под расстрел Наверное, грузин здесь Прав отчасти На днях вон целый город опять сгорел И новый экипаж к нам прилетел Теперь и сам я здесь таких встречаю На входе в гарнизонном КПП Я здесь за подготовку отвечаю В соответствии с небесной КПП Здесь скорость другой небесной КПП Здесь поздно в полете бывать осторожны На все виды допуски Даже на сложные мы стали здесь Все не настолько безбожны И нам уже можно Теперь уже можно Летать без границ Нам открыты любые районы И небо сюрпризов для нас Здесь уши не таит Но как же мне хочется выпить Стакан тот граненый Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит Ах, как же мне хочется выпить Стакан тот граненый Что с хлебушком черствым У фото со мною стоит Нам уже можно Теперь уже можно Нам уже можно Ну вот эти дни Они Это не только праздник 23 февраля Так сложилось Что действительно вот недавно Был другой праздник Это праздник я считаю И не один я считаю В этом году это был юбилей 15 февраля Была юбилей 30 лет вывода Советских войск Из Афганистана Дата, которая вот Все отдаляется Отдаляется Иногда смотришь уже Раньше мы привыкли К тому, что вот ветераны Той далекой войны Их уже совсем мало осталось Тут начинаешь обзванивать Каких-то друзей И очень хороших знакомых И понимаешь, что уже И этих ветеранов Уже вот этой Относительно ближней войны Становится тоже меньше Вот тот же Вот упомянутый мной Александр Витальевич Лебедев Участник Афганской войны Здесь в зале Есть Люди Я уверен Их много Кто воевал В Афганистане Ну из тех, кого я знаю Это Мои близкие друзья Это Сергей Викторович Косяков Полковник Заслуженный военный Летчик России Где-то там сидит Вон он На всякий случай Даже те, кого я назвал Мы поаплодируем Потому что это важно Сегодня Все понимают Насколько Та война была Как сказать Ну нельзя сказать Важная Для нас Ну просто С годами С десятилетиями Мы понимаем С кем там боролись В общем-то И вот Мой близкий друг Анатолий Васильевич Сурсуков Вертолетчик Легендарный Он говорил Что для нас Это победа Мы выходили Ну как сказать Праздник победы Это праздник Потому что Мы выходили С развернутыми Знаменами Не поджав хвост Для военных Понятие победы Характеризуется Степенью Выполненных задач А не тем Что там Нарешали политики А военные Там задачи Все назначены Они их выполнили Поэтому Перед ними Только снять шляпу Или отдать честь Вот Несколько песен Вот наверное Которые были навеяны Когда-то Именно той войной К нам с приказами Гонец и моей войне Конец Я живой И не остался Я в долгу Надоели мне юга Здесь прострелена нога Я смотреть на эти горы Не могу Я наверное устал Я свое отвоевал До Москвы Попутный борт Меня возьмет Я поеду на вокзал Я с войною завязал Я на север еду Вряд ли кто поймет Через каждую версту Я все фляжечку Карту Паравоз Кричал Ту-ту Поезд шел Поезд шел На воркуту Облакнуть адресок И пульсирует висок Я не знаю Как же мне туда войти Увидеть чужую мать И про сына рассказать Как на той войне Сошлись у нас пути К ней и так уже Свинковым Приходил сам военком И заученную скорбь Намолвил речь Был сынок у вас герой За родину горой Но простите Не смогли его сберечь Блин Через каждую версту Я все фляжечку Карту Паравоз Кричал Ту-ту Поезд шел Да поезд шел На воркуту С ним ругались целый год Он был парень еще тот Я чуть что и под арест его Гудбай Он не брал под козырек И патроны не берет Непутевый был И в общем раздолбай Он колючий был Как ежи Чуть что хватал Штык нож И без повода Порой всех матом крыл Он был просто в рядовых Но в горах на боевых Он от пули бы Меня с собой закрыл Мир навек сошел с ума На душе стоит зима И меня пора Наверное в музей Я смертельно одинок А медаль и орденок Не заменят мне погибших там друзей Сердце больно Бьет тик-так Я себя сожму Кулак Я ведь стрелян По жизни воробей Хоть Россия велика И дорога далека От себя не убежать Хоть убей Через каждую версту Я всю фляжечку карту Паровоз кричал Ту-ту Поезд шел Да поезд шел На Воркуту Спасибо Мы тут как-то Когда делали программы Под это событие Именно я все пока Про 30-летие выпадок говорю Сошлись на мнение о том Что у каждой войны Есть определенные символы Они могут быть музыкальные Или визуальные И так далее Наверное Одним из самых главных Символов Афганской войны Стал вертолет Причем Ну Не обязательно Какой-то Одной модификации Но вертолеты В Афганистане Ну Это Это спасение В первую очередь Это Поражение противника В первую очередь И многое Что Все Все что сделали Это Все в первую очередь Ну Про одну из этих машин Ласточки летают Над землей Низко Значит снова Непогода Мы утюжим небо Здесь полгода Значит полтора И я живой Натрия умножается Войной Вот и с нами Видно все на глаз Если мы летим Предельно Низко Это Значит нам До цели Близко Крайней Или последней Этот раз Бог решит Мы верим Он за нас И конечно Верим Мы в бою То есть Что никогда Не подбатило Кто-то Называет Крокодилом Птичку Про которую Пою Ласточку Педнистую Мою Подтвердят нам Трассер Расчет Не ошибся Летчик Оператор Нынче Он как в фильме Терминатор Все что снизу Убирает В лед Нас Привет он тем Не нашим А шлет Скажет Кто не страшно Мол Вранье Нас Пугают Снизу Пулей Дурой Отвечая Всей Номенклатурой Птичка Разметает Воронье Мы втроем Под нимбом У нее Душу Винтокрылую Свою Вместе С нами Ты не Погубила Позвал же Кто-то Крокодила Ту Что выручает Нас В бою Ласточку Пенистую Мою За спиной Молотит Пулемет Бортовой Наш парень Не из робких Обложился Лентами В коробках Пулеметный Сам себе Расчет Бортовому Общеж Зачет Надпись Что опасно У хвоста Даже дуракам Ее смысл Ясен Нынче Я действительно Опасен Горный край Меня уже Достал К черту Живописные Места Все Гадо Что вместе С ней В строю Красотой Меня С ума Сводила Что за Дурень Кличет Крокодилам То Что вместе С нами На краю Ласточку Петнистую Мою Та Та Ра Па 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 Ра Па Словно Сто Разгневан Богов Все На нас Обрушили Свирепость В небе Словно Маленькая Крепость Мы Ведем Огонь Из всех Стволов Нам Иначе Не сносить Голов Па Нашей Птичкой Мы Не Отвернем Не Проходят С ней Такие Штучки Бережно Держу Ее За Ручки Словно В танце Кружим Мы Вдвоем Мы Танцуем Танго Под огнем С той Которой Песенку Пою С той Что Нас От смерти Уводила Я Убью Того Кто Крокодилом Обзовет Любимую Мою Ту Что Выручала Нас В бою Ту Что Вместе С нами На краю Ласточку Питнистую Мою Спасибо Следующая песня Тоже Она Как бы Была Наверное Она Такая Компилированная Как я Иногда Говорю Связана С различными Событиями С разными Временами Но писалась Именно По тем Рассказам Которые Я слышал Об Афганистане Мальчик На Ферраре Светило Ярко Солнышко В зените Убитый Грач Обломками Молчал Пищал Коморочая Нас Спаситель Ожив Лилетчик Он Не сообщал Была Надежда Призрачная И шатка До смерти Здесь Как в песне Три шага И наша Винтокрылая Лошадка Несла нас Прямо К черту На рога А в это Время Мальчик На Ферраре Носился По Москве И по пути За час Устроив Несколько Аварий Пытался От гаишника Уйти А мы Пытались Летчика Найти А вроде Как Везет Но так Не ошибка Мы видим Парашют Заметен На бой Нам дробью Барабанной По обшивке Но главное Что парень Не наш Живой Мы не поем Безумству Храбрым Песню Играть Привыкли Марш А не романс Плечом К плечу С любимой Птичкой Вместе Пока мы с ней То есть Хотя бы шанс А в это Время По Москве В Угаре Направо И налево Всем Хамя По тротуару В золотом Феррари Мальчишка Несся К голову Сломя Мы тоже Тут несемся Но дымя Ай Нам трассеры Все небо Украшают Там снизу Бородатых Прям аншлаг Что делать С нами Боженька Решает Мы живы Хоть машина Как дуршлаг Нам летчик Снизу машет Уходите Держись Браток Еще не Кончен Пал Нам ярко Светит Солнышко В зените Ты Пан Браток Который Не пропал А в это Время Из Феррари Павел на взрыв Хоть офицер Мы тоже Слезы Тщательно Скрывали А говорят Летают Смельчаки Мопайцы Ему долго Разжимали Он в них Сжимал Гранату Без чеки Спасибо Спасибо Я рассказывал На каком-то из концертов Как оказалось С чем связана Эта песня Вернее я писал По одним событиям Наверное Как-то это все В сборе Но Я Еще раз расскажу Эту небольшую историю Действительно Имело место В апреле 1984 года Когда Ну Не Су-25 Которым поется Песня Сбили Су-17-7-3 Плотировал Старший лейтенант Сергей Александрович Соколов Ныне Здравствующий Герой России Герой России Уже он получил Был удостоен Этого высокого звания За другие Скажем так Подвиги Тогда Вот Ему повезло Что рядом Ми-8 ПСС Находился И ребята Экипаж Ефимова Бухарова И Маркуша Увидели Это кресло Катапультное Которое валялось И немножко в стороне Увидели этот бой И когда они Успели все-таки Под огнем Всем этим Поднять летчика Который уже был Без сознания Тяжело ранен Ему потом Ампутировали ноги И ушли Опять же Под огнем И вот Старший лейтенант Маркуша Бортовой техник Когда этот летчик Лежал спиной вверх Он увидел Что он что-то в руке Сжимает Но разжал руки Оттуда вылетела Граната Щелчок Потому что Колечика не было Четыре секунды Он успел Эту гранату Выбросить В открытую дверь Вот Я всегда не устаю Повторять Что жизнь Гораздо круче Любого романа Немного Говоря опять же Об этом Празднике Вот в Беларуси У нас День войны Интернационалиста И Ну Тоже Как-то хитро Называется Но Под это определение Попадают все Кто воевал В различных странах Ведь советская страна Ну как-то у нас Так В свое время Я помню Мы в школе учились Очень так Популярна была тема Интернационалистов В Испании В 36-м году Наши летчики И танкисты Мы все Не то что мы все Но по крайней мере Старшее поколение Помнит Мы в школе Это проходили Знаменитые эти фамилии Все И знаменитый фильм Опять же Офицеры Когда Герой Один из героев Этого фильма Вот Там был ранен В Испании Потом Афганистан Немножко так Краем проходила Война в Корее Остальные Около 50 стран Где Советский Союз Принимал участие В различных Боевых действиях В виде своих Военных советников Или Просто военнослужащих Которые Участвовали В боевых действиях Они как-то Все было засекречено Я когда в училище Учился У нас Тактику преподавал Такой подполковник Журавлев Потом уже полковник Морской пехотинец Он лейтенантом Попал В 73-м году В Египет Командиром разведзвода И Только в Африке Воевал в шести странах Причем Ну он Не то что особо Не рассказывал Вообще нельзя было Рассказывать С начала 80-х годов Ну в общем Как-то так Иногда мы из него Вытягивали Какие-то интересные События Очень интересно Да Я к чему Это просто пару Следующих песен Они написаны Моим очень близким Другом Сергеем Герасимовичем Он Воевал в Мозамбике В 80-е годы Военным переводчиком Именно воевал Потому что Там шли полноценные Боевые действия С Южноафриканской Республикой С различными наемниками Вот И у него Целый цикл Этих песен Он мне очень нравится Иногда Я их пою Просто себе И для души И вот Ну 15 февраля Я его поздравлял Потому что Для них это тоже праздник Потому что Ну как-то Их много У меня концерт Позавчера в Минске был Сергей Зенченко Приходил Он дизайнер Всех моих дисков Он воевал В Анголе Сегодня есть один Мой тоже хороший друг Генерал целый Не буду называть Он В Анголе Мне оттуда звонили Вот Песня называется Они обе называются По-моему Южный крест Ну по крайней мере Там везде Это фигурирует Это созвездие Которое только В южном полушарии Мы его не видим Над головой Южный крест Совсем не русское Созвездие Сюда доходят Редко вести Из белорусских Наших мест Несчадно солнце Спины жжет Мы скоро станем Местным братья Пока нас делят Только платье Консервы И большой живот И будет снится Нам года Свинина В соусе Котлета У нас Щадящая Диета Три пайки риса И вода Экзотика Хоть волком Вой Да нет волков Здесь и в помине Кругом слоны И мандарины И лишь петух Здесь вроде свой Здесь все шевелится Жужжит Будавы Выстроились В марше Нельзя Послать их всех Подальше И надо Как-то с ними жить Березы Березы видим Лишь в кино А с окном Кокос на пальме Но он висит Бесплодным камнем Его срывать Совсем не русское Созвездие Сюда доходят Редко вести Из белорусских Наших мест Из белорусских Наших мест Из белорусских Наших Мест Спасибо Еще интересно было Послушать Вот всякие Эти рассказы Этих людей Которые Воевали в Африке Да В любых В любых странах Вот вертолетчики Которые здесь есть Они Могут многое Рассказать Потому что Работали в Африке Многие И Ну это экзотика Действительно Хотя Как-то опять же Мой друг Сергей Путь волком вой Я все время Вспоминаю Вот он мне рассказал Я говорю А как Выпивка запрещена Ну и как Выкручивались А как русский человек Советский может А у них есть Такой напиток Сура Есть там дерево Такое Его надрезаешь Вешаешь Мисочку И оттуда Вот этот местный Самогон капает Вы представляете Себе у нас Такое в России За три девять земель У черта За морем Нашел себе Забот По горло Самое Здесь Южный крест Везет Его величество Но что мне До него Он католический По миру Носит нас Как душу Кайна Устал я От разлук И от скитания И нет покоя Нам В чужой Обители Чужой Комир Хорош Своих Обидели Вернуться Бы сейчас В дожди Осенние Перечитать В забой Всего Есенина Забыть Как говорят С чужим Наречием И выйти Подышать Российским Вечером Случайно Забрести В церковку Ветхую Укрытую От глаз Пустыми Ветками И пусть Меня простит Старуха Древняя Что я Сюда зашел Совсем Неверное За Три девять Земель У черта За морем Нашел Себе Забот Забо Горло Самое Здесь Южный Крест Висит Его Величество Но что мне До него Он Гатолический Но что мне До него Он Гатолический Сергей 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 Если смотришь Сейчас Меня В прямом Эфире Привет Большой Я с ним Познакомился Когда-то В Лиде Еще Лейтенантом Я туда Распределился Он как раз Из Мозамбика Вернулся Вот Лида Начало Моей Службы Я Помню Первого В своей жизни Ну именно Уже В офицерской Жизни Первого Своего Генерала Который Был Командиром Дивизии Первой Гвардейской Штурмово Авиационной В училище Они были Начальники Начальник Училища Его заместитель У нас там Было Три генерала А дальше Уже по службе Это были люди Которые Нами командовали Я всегда говорю Мне в жизни С генералами Везло Уверен Что Не каждый Может подписаться Под такими словами Сказать Что у него Все было Здорово Вот у нас Был командир Дивизии Гвардии Генерал-майор Анатолий Иванович Болдырев И потом Я уже Когда в Минск Перевелся Как-то Мне Ну действительно Это были умнейшие Люди И сегодня Уже Будучи Ну Гражданским Человеком Ну хотя Как бы Я себя таковым Не считаю Потому что Все равно Очень плотно Связан С силовыми Структурами Будучи Тележурналистом У меня Много друзей Из Вот Которые Носят Это звание Или уже Сегодня в запасе В отставке Многие сюда Приходили На концерты На концерты Сегодня Ну к сожалению Не удалось Всем Потому что Мероприятия И так далее Сегодня утром Мне звонил Анатолий Васильевич Сурцуков Про которого Уже говорил Легендарный Вертолетчик Генерал-лейтенант Все поздравлял Я все к чему Недавно Вот был На дне рождения У своего Тоже Очень близкого Близкого друга Командующего Четвертой Армии ВВС ПВО Виктора Михайловича Севастьянова Не знаю Сын пришел Или не пришел Максим Ага Вот Да Командир Истребительного Авиационного Полка Города Курска Су-30 Вот Замечательный Отец И самый Замечательный Летчик Вот Кстати Вот на дне рождения У Виктора Михайловича Состоялась Это премьера Песни Совсем Недавно Но вот На такой Широкой Публике Наверное Первый раз Это наверное Ну Это посвящение Вот этим Людям Которые у меня Которыми я горжусь Вернее Как сказать Дружбой с которыми Я горжусь И У которых Очень непростая Судьба И еще Более непростые Скажем так Обязанности И ответственности Но песни Называются Очень просто Генерал Жизнь Жизнь Значит Будь готов Ее Отдать Но Коль уж Научился Летать И во сне И наяву Уносился В синеву Ввысь Подняться Он всегда Мечтал По кривой Или напрямик Жизнь Стремительна Как миг Но летать За годы Не устал Генерал Он всю жизнь По небу Прямо шел Легких Он путей Не выбирал Летный Непаркетный Генерал Не любил он Кабинетный стол Кабинет Иной Предпочитал Где он В кресле Но совсем В другом Тоже С ручкой Но не за столом В бой Ходил Нередко Генерал В этом Кабинете Он летал Жизнь Она как пилота Что вдруг Что портовираж От судьбы Подарков Он не ждал Кто-то скажет Что везло В небе Всем смертям Назло Даже где Без шансов Побеждал Генерал Есть Свой крест У генеральских Звезд Звание Назначено И судьбой Отправлять Людей Приказом В бой Тех Тех Кого Помянут В третий Тост Он и без Приказов Был готов На задание В вечность Улететь Предпочел бы Сам он Умереть Чем смотреть В глаза Детей Вдов Ненадят И утешение Слов В небе Не всегда Эдем Бог вернуться Даст Не всем Генерал Конечно Это знал Не прикроешься Никем Шапкой Мономорка Шлем Нужно Оставаться Как Метал Генерал На комбезлетном Нет Погон И в пожарище Любой Войны В небесах Все Летчики Ровны Вместе Переходят Рубикон Как В рулетку Русскую Играл Он Со смертью Сколько Раз Несчесть На земле И в небе Свою честь Он Не уронил Он Не замарал Значит Настоящий Генерал В небе Или на небе Жить Может Только Бог Решить Генерал Из двух Не выбирал У него Один Был Путь На котором Не свернуть Не свернул Нигде И не упал Генерал 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 Спасибо Песня Ну она Всем известная Просто я как-то Ну пока пел Про генерала Вспомнил Виталия Горыча Павлова Который Ну наверное Самый главный Человек Во всей армейской Авиации Который в том числе Летал на этой Замечательной машине Я вернулся Весь набитый До отказа Я принес их всех На базу Всех и сразу Хоть мне трудно На высотах Взял я всех Живых Трехсотых Три-двухсотых Я их принял Под завязку В окровавленных Повязках Дальше Сказка Что движок Не захлебнулся Что я чудом Вернулся Я вернулся Знать Судьба Моя Такая Тридцать Лет В горах Летаю Я устал Наверно Это Моя Осень Не участвую В порадах Что мне Думать О наградах На пределе На износе Я Ми-8 Я вернулся Кто Вскомандовал Мне воля Нахватал Я пулю Довольно Ох Как больно Справа Блистер Мне разбили Права Кохоти Не убили Зацепили Капитан Что в левой Чашке Матерился Было Тяжко Мы В рубашках С ним Наверное Родились Потому что Не разбились Возвратились Знать Судьба Моя Такая Тридцать Лет В горах Летаю Я устал Наверно Это Моя Осень Для меня Запчасти Ищут Жалко Будет Если Спишут Я Ведь Старый На износе Я Мивозь Я вернулся Я вернулся А в салоне Наследили Пятна Бурые Застыли Шлангом Смыли Где-то В полночь Я Проснулся Капитан Ко мне Вернулся Затянулся К борту Мне Ладонь Прижала И Ладонь Его Дрожала Так Устала Говорил Что Все В порядке Гладил Мне Рукой Заплатки Из-за блага Вот судьба моя какая Тридцать лет в горах летаю Я устал Наверно это моя ось Хоть тяжелая работа Все равно летать охотно Пусть по войнам у меня носит Я Ми-8 Я Ми-8 Спасибо Я Вообще Обычно На вы Ну Я спою эту песню Сегодня Точно Хотя Как всегда Неожиданно Я подоплю Не так К этому Не привыкну Да Это я Просто Про Ми-8 Думаю Единственный Вертолет Который Не имеет Никакого Прозвища Просто Ми-8 Ми-8 И вот Без вариантов Единственное Как-то У меня есть Хороший Хороший Друг Герой России Сергей Палагин У него на борду Было все время Написано Братишка Вот И Настолько Это вот Запомнили Спецназера Которая Все время Земли Когда было Совсем Плохо Пришлите нам Братишку Вот Сергей Викторович Косяков Наверно Не дастся врать Потому что он у него был в подчинении Следующая песня Я не вижу Евгений Хлуднев Там есть сегодня прикол О, машет рукой В прошлом Заместитель командира Истребительного Авиационного полка В Перми Который летал На МиГ-31 Самый большой Большой истребитель Я в шутку И всерьез Называю его Консультантом По Техническим Консультантом По написанию Вот этой песни Две летных смены На сегодня в плане И на стоянке ждут нас корабли Заря разлилась алой краской В пятом океане Со штурманом Отчерем от земли Ревы двух сердец Двух пламенных моторов Нам граждане За грохот Упрекнут Но кто-то в небе Нас проводит Восхищенным взором Отряду ходят С громом На маршрут Кругом Волшебных облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Будничной Страны Под крыльями Поплескивают реки И небо по маншруту Как проспект Там на земле нас ждать Остались вынуты Чеки И значит на чеку Боекомплект Ракеты мирно Дремлют на пилонах И верят Что не будут с ветерком Отчаянно носиться На различных эшелонах В погоне За каким-нибудь врагом Кругом Волшебных облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Бескрайней Будничной Страны По облакам Корабуль как по волнам Хоть сорок тонн А словно Налегкие И если что Мы можем При желании На полном Увидеть звезды Днем на потолке Ну а пока Увидеть бы Люшу В пастуре Океана Голубом Кораблик наш Воздушный Он ведь тоже Хочет кушать Он бьет Наши нервы Узелком Кругом Волшебных облаков Убранства Наш дом На все четыре стороны Вдвоем Мы патрулируем Пространство По щитам Бескрайней Будничной Страны Как в гавань Корабли Идем снижаясь Отряд вернулся Самолеты Вряд И пусть нельзя Мы курим На стоянке Улыбаясь Пока машины Техники Чехлят Усталые Но радостные Лица И громче Нет звенящей Тишины Дай бог Нам уходить В полет По плановой Каплице Когда по планов Значит Без войны Кругом Волшебных Облаков Убранства Наш дом На все Четыре Страны Вдвоем Мы патрулируем Пространство Щитом Великой И родной Страны Так Великой Великой Аплодисменты Спасибо. Спасибо. В небесный обитель мы приводим их, как в сад детей, Для них мы, как родители, куда уж ближе и родни. Мы словно воспитатели, а небо будто школьный класс, Они ж, как испыкатели, испытывают нас. И в небесах распахнутых, перемещая свой верх и вниз, Играем с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, они бывают здесь лучи. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Болтарство за небом мы точно откажем, Летаем на всём, что летает и даже на том, что летать пойти не может. Болтают обыватели, что мы живём, как в масле сыр, Считают, сколько тратили и считают, что у ног весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам, И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелёк, Когда останется родным на память шлема и орденок. И в новостях лишь парафрос таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их хочем, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах романтики мало, Зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Болтарство за небом мы точно откажем, Летаем на всём, что летает и даже на том, что летать пойти не может. По краю наставлений хотим вот ещё тот край найти, Чтоб не было сомнений и вас ли ты мог сказать, лети. Любимому ребёнку, что за годы научил ты жить, И в лебедя-утёнка смог, как в сказке, превратить. А после дети новые, которые сильнее и умнее, Старктивые и рисковые, не то вновь для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками прийти. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах романтики мало, Зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Болтарство за небом мы точно откажем, Летаем на всём, что летает и даже на том, что летать пойти не может. Мы в небе летать и работать их учим, В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах романтики мало, Зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, Болтарство за небом мы точно откажем, Летаем на всём, что летает и даже на том, что летать пойти не может. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая песня, премьера, она была вот на прошлом концерте здесь. Для меня это очень необычно, когда я пишу песни на чужие стихи. Собственно, я рассказывал, что предыдущие две песни были написаны четверть века назад, так по моим подсчетам. Больше я этим не занимался. А здесь вот, и причем это были авторы такие, которых с нами уже давно нет. Это, ну, как бы гранды поэзии. Иосиф Александрович Бродский и Геннадий Шпаликов. Эти стихи мне прислали. Это Александр Гутин. Надеюсь, я с ним познакомлюсь. Вот он то в Москве, то в Израиле, то в Самаре. Он в Низбе выступал. Я знаю. Ну, вот я же и говорю, что я надеюсь, что я с ним познакомлюсь. Да, я видел, что у него здесь был творческий вечер. Потому что он замечательную прозу пишет, замечательные стихи. Причем, в основном, как-то больше такие настолько юморные, что просто за живот держишься. Но вот это стихотворение, оно оказалось совершенно из другой, скажем так, темы. И именно из тех стихов, которые, когда читаешь, и музыка уже у тебя в голове крутится. Ну, по крайней мере, так у меня. Дочь. Четвертые сутки. Ворчит старшина. Молокок превратился в болото. Но дождю все равно. Водяная стена загрустила в траншеях пехота. Эх, сынок, что война. Ей не нужен талант. Гранят жизни до смерти так зыбко. Нелегко тебе здесь, покорье музыкант. Где теперь? Твои ноты и скрипка. Где теперь? Твои ноты и скрипка. Музыканту пошел двадцать первый годок. Дымом охорки, как тонкая змейка. Три недели на фронте, конечно, не срок. Вместо скрипки в руках трех линейка. В октябре ветер стал, и прохладнее злее. И земля грязно-рыжего цвета. Представлял он порой маленьких лебедей. Белоснежных танцовщиц по лету. Белоснежных танцовщиц по лету. Несмотря на распудицу слякоти дождь. Наслаждаясь невидимым танцем. Он не кашлял в кулак, не испытывал дрожь. И в аккордах сжимал свои пальцы. Громыхнула, накрыла окопа землей. И огнем цвета алого мака. Подымая стрелковую роту на бой. Старшина глухо крикнул в атаку. Старшина глухо крикнул в атаку. Облака полыхали, и бури, как град. И колола под ложечкой тупа. И стрелял, и бежал музыкант наугад. По размокшей земле и по трупам. Этой жизни постигнуть немыслима суть. И в сражении слепой круговерти. Музыканта осколком ударила в грудь. И он рухнул, подкошенный смертью. Дождь весь ульется, и льется. И мир весь размок. Старшина закрутил самокрутку. Затянулся вздохнул. Эх, ну как же, сынок, музыкант. И дождь четвертые сутки. И пехота шагала листвой шурша. Что и грязь, и погода, и горы. И летела погибшего парня душа. Далеко к лебединым озерам. Далеко к лебединым озерам. Боевые подруги, которые постоянно находятся рядом с мужчинами. Это тоже. Сегодня я поздравляю этих девушек, женщин, матерей. Наших боевых подруг. Тоже с нами они находятся в этих подругах. Прямо из Якутии. Прямо из Якутии. Вот три секунды забежал домой. Потому что обещал, я не знаю, уже полгода, наверное, обещал, да? Будет что-то занести. С праздником всех. АПЛОДИСМЕНТЫ Человек в форме гражданского воздушного флота. Влад Хазив, который когда-то летал на Су-24. На всякий случай. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы еще на эту тему потом споем. А пока следующая песня. Тут тоже на 30-летие вывода войск из Афганистана меня приглашали. Много куда. Но не смог отказать в первую очередь такой прославленной организации, с позволения сказать, как Московский вертолетный завод имени Миля. АПЛОДИСМЕНТЫ Особенно вот этот летно-испытательный комплекс, в котором летчики-испытатели там практически большая часть с орденами, которых они удостоены после Афганистана. Да и сам директор завода сегодня Сергей Николаевич Романенко. Он буртехником был, а потом уже в АС и так далее. То есть участвовал в боевых действиях, причем очень серьезно, в фаншерской операции. Мне было очень приятно получить оттуда приглашение. Ну, естественно, на Билевском заводе концерт можно было начинать только с этой песни. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Не до жиру быть бы живу столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылою машиной пишем то ли сказку, то ли пыль. Вместе с ней по небу ходим мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Мы нередко с ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле. Экипажем водку пили за машину и за миля. Мы на ней, как бабка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь или как ковер, но вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая собраска, из последних сил она всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит глупостями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Олеонтич Миль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Олеонтич Миль. И поклонятся солдаты, те, кто вышел в медсанбатах, нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбка в воде. Пусть не в меде и не в глянце, уважают иностранца, знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Олеонтич Миль. Та, что в небе, а ты, ба ты, та, которую когда-то создал Михаил Олеонтич Миль. Михаил Олеонтич Миль. Спасибо. Тоже на концерте. Я часто говорю, что это любимая песня Надежды Михайловны «Миль дочки», которая уже как-то услужена дочка. Это очень такая, вот такая женщина уже в больших-больших годах. И просто после этого концерта на МВЗ, ну меня там определенные люди хотели там отвезти к директору, ну должностные. А она в это время, она говорит, мне нужно очень вам показать в музее одну фотографию, может вы напишите песню и так далее. И тут одна дама. Вы знаете, его ждет директор. Я не ожидал, что вот эта маленькая женщина, ну я ее всегда называю маленькая-большая женщина. Она так проехалась, ну некоторые генералы отдыхают. Вот так, оба, и все, мы пошли в музей. Она говорит, эти моногеры. Вот, то есть вот это наша советская закалка, которая ничем не выбивается, к счастью, из людей, которые... Это, ну вот, настоящие люди. Я когда смотрю на эту действительно маленькую-большую женщину, она такая подвижница, она... Этот музей в свое время, ну фактически она создавала, и она его там лелеет. Правда, вот единственный нюанс, который меня вызывает, такую улыбку, которую я, конечно, стараюсь ей не показывать, она очень ревнует к конструкторскому бюро Камова. И все время спрашивает, «Коленька, вот вы когда в Сирии были, там же Камовские вертолеты хуже работают, милевские?» Такой вопрос уже сразу как-то так, ну с ответом предполагаемым. Вот, и я стараюсь уйти от этой темы, конечно, потому что и те, и те машины замечательные, великие оба-два авиаконструктора, и сравнивать, наверное, бессмысленно, неправильно. В каждой машине, каждой марке есть свои достоинства, свои возможные недостатки. Вот, самое главное, что... Самое главное достоинство всех этих машин, и не только виндокрылых, а всех остальных, что, наверное, вот этот уровень надежности, заложенный советскими авиаконструкторами в них, вытягивает наших летчиков, вытягивал, вытягивает, и будет вытягиваясь порой из таких безнадежных ситуаций, что просто делу даешься. Понятно, что, конечно, это и головы тех, кто сидит в кабине, и их руки. Вот, хотя вроде, как сказать, наверное, все где-то в небесах решается, но, опять же, вспоминаю эту замечательную русскую поговорку «На бога надейся, сам не плашает». Воздух августом расправлен, Обратились тучи тесла, Под завистку ее заправлен, И подвешены все средства, И для птиц сирена воет! Допустели-ка паниры, Пахнет в воздухе войною, За, значит, миру не до мира, Миру явно не до мира. Ничего, видимо, до ночи, День тяжелый мне маячит, Я не нож, но я заточен Под военные задачи. В любых, как большие лица, Не нашли для мира повода, Не смогли договориться, Значит, я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне Эти двое, что во мне, Примечая на всех часах, Только стрелкам не решить, Сколько нам летать и жить, Наши судьбы на весах. Где-то в небесах! Нам троим адреналина Добавляет неизвестность, И шлей керосина Я обрисываю местность. Где-то рядом неприятель, Мне сейчас не до каприза. Включен главный выключатель, Мы всех выключим, кто снизу! Выключаем тех, кто снизу! На послед огнем и громом Огрызается поверхность. Контингент и там не промах Повышает нашу смертность. И в кабине эти двое На приборы смотрят хмуро, Я как будто сильно болен Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем Через небо напролом, Как на рваных парусах. Мы этого вверх, то сна во вниз. На кону всего лишь жизнь, Наши судьбы на весах. Где-то в небесах! Живы оба не убиты, Хоть по мне глупо или точно. И орёт им тетя Лида, Чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, Велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине Держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Как хочу я в эскадрилью, Даже если инвалидность. Я не складываю крылья, А меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, Пусть мы еле волочемся, Но в кабине эти двое Верят в то, что мы вернёмся. Обязательно вернёмся. Мы вернёмся. Вернёмся. На войне, как на войне, Даже если ты в огне, Надо верить в чудеса, Чтобы ей было держись, И тогда не смерть, а жизнь Перевисит на весах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Когда мы встречали День сегодня не задался Я чуть было не проспал Вроде не гудели мы вчера Зацепил, разбил будильника От любимой подзатыльник Ну ты, Маша, доброе сутро! Сдуру видно с позаранку Зря дневник я взял у баньки В школе оказалось он в пике И шумит родная Маша Что мальчишка весь в папашу Точно летчик, без царя в башке Точно летчик, без царя в башке Полчаса мне до работы Нам до вечера полета Командир навстречу не к добру Что-то там не по уставу И за это он мне вставит Да что ж такое нынче? Утру Мне в санчасти пульс проверят И давление измерят Доктор скажет Летчик, не грусти Указание, постановка Цели, курсы, обстановка Ты меня, бетонка, отпусти Ты меня, бетонка, отпусти В небе так немного людно Здесь спокойно и уютно И никто не пилит, не орёт Я бы здесь пожить остался Вже селёдно прописался На уже четвёртый разворот Обороты чуть убавлю Кран-шасси на выпуск ставлю Где тук-тук Не слышу под собой Лампы красным симафором Мне кричат с панели Хором, парень Нынче день совсем не твой Блин, сегодня явно день не мой Вниз доклад в ответ советы Делай то, не делай это Шеф добавит ласково, держись Танцевать я в небе рину С перегрузки в плюс и в минус Знакопеременно Всё как жизнь И совсем не бережливо Самолёт я в хвост и в грибу Воздух с возмущением свистит Ты держись, стальная птица Нам с тобой нельзя убиться Маша, мне такого не прости Маша, мне такого не прости Мне с земли дадут пистону Хватит, мол, давай-ка в зону Не дури Парапорт покидать Вот, ают, ты слышал, милый Помогай мне, что есть силы Хочется с тобой ещё летать Ты сейчас мне всех дороже Я тебе, наверное, тоже И друг друга надо нам спасти Ванька ждёт меня и Маша А тебя ждёт техник Паша Нам никак нельзя их подвезти Прочь, фонарь, мы на глисаде Мы с тобой на брюхо сядем На борту я сам себе устав Ты как трактор пронесёшься В ограждение ткнёшься Морозду на грунте пропахал Снег кругом, а мне так жарко Здравствуй, скорая пожарка Доктор снова, кружка, спирт, лоток Чёрт, командир тут с ними Растолкает всех Обнимет Что-то намекнёт про орденок Папапапам, папам, папам Пошутил, небось, про орденок Начинался день, как кома Но посвистывая к дому Улыбаясь, дую налегке Ванька мне доложит, бойко Что исправил пол на тройку Горизонт выходит из пики И меня обнимет Маша Принесёт борща и кашу Нам двоих по рюмочке нальёт Как бы кто-то не старался День сегодня всё ждался Мы вернулись, я и самолёт Как я сильно не старался День сегодня всё ждался Мы вернулись, я и самолёт Майдер на улице Я Самолёт Спасибо, Майдер на улице Браво!